МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире соболезнования председателя Национального совета Республики Западная Армения Арменака Абрамяна в связи со смертью Раймонда Эйзегеляна. Ответные предложения Восточной Армении по мирному договору в стадии разработки МИД. Музей геноцида за последние годы получит более 4 тысяч эксклюзивных материалов. В хребте Артанис-9 обнаружена гробница, датируемая третьим тысячелетиям до Рождества Христова. Уничтожение культурного наследия Арцаха искажает мировую культуру. Тигран Геворгян – победитель международного шахматного турнира в Коти. Раймон Эйзегелян в первые годы независимости Армении построил в Ереване резиденцию Эйзегеляна, которая стала любимым местом для многих туристов, включая гостей из Франции. Его гуманитарные инициативы также значительно способствовали поддержке раненым солдатам Арцахского фронта, образованию студентов и помощи семьям из Арцаха. Председатель Национального совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Раймонда Эйзегеляна, отметив значительный вклад Раймонда Эйзегеляна в патриотическую и благотворительную сферу, подчеркнув его искреннюю преданность и любовь к армянскому народу. Президент Абрамян также передал свои соболезнования семье и близком Раймонда, отметив, что его утрата является большой болью для всего армянского народа. Ответные предложения Восточной Армении по мирному договору находятся в стадии разработки. Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анни Бадалян сообщила журналистам. Ответные предложения находятся в стадии разработки в соответствии с уже озвученными нами принципиальными предложениями заключить мирный договор в кратчайшие сроки, сообщила Бадалян. Секретарь Совета безопасности Армен Григориан 26 июня заявил, Восточная Армения получила от Баку 10 пакетов предложений по мирному договору. В Музее-институте геноцида для Западной Армении, это центр армянской национальной памяти, состоялась презентация полученных за последние годы более 4000 наименований материалов и очередных трех томов и научных периодических изданий «Воспоминания переживших геноцид». Директор Музея-института геноцида Эдита Гозуян сообщила, что в презентацию включены по два прошлогодних номера опубликованных научным периодическим изданием «Геноцидологический журнал» и «Международный журнал исследований геноцида». Очередные тома «Воспоминания переживших геноцид», также две научные работы на русском и французских языках. Представлены оригинальные фотографии, сделанные во время геноцида и резни в Хамиде. Есть довольно много фотографий о произошедшем в Арцахе. Также представлены фотографии французского фотографа армянского происхождения Аршака Макса Сивасляна, где представлены эпизоды Арцахских войн 1992-х и 2016-х годов. Часть фотографий еще не опубликована. Продолжающиеся с июля 2024 года археологические раскопки в древнем месте Артаниш-9, расположенном между поселениями Шолагат и Артаниш-общины Чамбарак Яворклиникской области, дали интересные и новые открытия, дополнив и обогатив результаты раскопок, проведенных в 2020-2023 годах. Как сообщает Армия Пресс, в поселке открылась старая гробница, которая датируется первой половиной третьего тысячелетия до Рождества. Наша экспедиция проводила исследования в этом районе с 2015 года, обнаружив значительные и интересные научные материалы, содержащие важные сведения о поселении Артаниш-9, которые начались с 2020 года. В этом году также были выполнены важные исследования, приведшие к значительным результатам. Следует подчеркнуть, на данный момент это единственное древнее место, раскопанное на северо-восточном берегу озера Севан, которое относится к последнему этапу кураракской культуры, датируемой третьим тысячелетиям до Рождества Христова. Гробница середины Брозового века также была открыта экспедиция, из которой были извлечены три хорошо сохранившихся человеческих скелетов вместе с костями домашних животных. При этом скелеты домашних животных были под скелетами людей. В гробнице также были найдены два глиняных кувшина. Каменная гробница имела диаметр 17 метров. Исследования подтвердили, что живущие здесь общества занималось сельским хозяйством, сократоводством, охотой, имело самобытные архитектурные и гончарные традиции. Исследования животных и растений, обнаруженных в месте обитания также подтвердили. Здесь люди занимались рыболовством, охотой на диких животных, разведением домашнего скота, лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, выращиванием хлебных культур, обработкой металлов. Об этом свидетельствуют найденные фрагменты металлических предметов, расплавы и формы, использованные при металлообработке. Среди прошлогодних находок ценными предметами считались различные бусины, детали бронзовых изделий, клинки и стрелы монахов, костяные наконечники для идиков, каменные и костяные рабочие инструменты, вставки для серпов, фрагменты и формы глиняных очагов. Значительно, что картина колеса подтверждает, что люди, которые жили здесь за последние пять тысяч лет, уже использовали растения в быту. Раскопки на территории памятника Артаныч-9 будут продолжаться и в ближайшие годы. Армянское культурное наследие Арцаха находится под угрозой. Баку уничтожает его, сообщает католическое агентство Австрии со ссылкой на профессора армян-аведа Зальцбургского университета Ясмин Думтрагут. Интервью с армян-аведом было опубликовано в церковной газете Вены. По наблюдению Думтрагута и в мирное время Баку уничтожил 28 тысяч армянских культурных памятников. Что сейчас происходит в Арцахе, мы точно не знаем. У нас нет привилегий на доступ в Арцах. Они передают спутниковые фотографии. Думтрагут подчеркивает, культурное наследие Арцаха имеет важное значение не только как христианское свидетельство, но и как глобальная культурная ценность. В грузинском городе Поти завершился международный шахматный турнир 17-й кубок на на Александре и международного шахматного фестиваля Поти. Турнир проходил в разных рейтингах и возрастных группах. Победителем турнира в группе «Б» стал Тигран Геворкян, набрав 7 очков из 9 возможных. В юношеской группе до 8 лет победителем стал Мамбел Вартанян, набрав 7,5 очков из 9 возможных. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...